Здравствуйте! В эфире программа у книжной полки. Ее ведущая Наталья Казанцева. Молдавский старец, архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии, преподобный Паисий Величковский, занимает в истории православного монашества и православной церкви особое место. В возрасте 24 лет он ушел на Афон, где прожил сначала 17 лет в полном уединении, а затем стал во главе постепенно возраставшего братства, с которым потом переехал в Молдавию. Там и оставался он до конца жизни, став руководителем в духовной жизни для многих, идущих по пути спасения. Также старец Паисий положил начало возрождению умного делания в России и других православных странах. И сегодня, в День памяти преподобного Паисия, мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой представлен труд Святого Отца об умной молитве. Прежде всего, расскажем немного о жизни преподобного Паисия. Родился будущий подвижник 21 декабря 1722 года, в День памяти Святого Митрополита Киевского Петра, почему и назван был Петром. Мальчику было 4 года, когда умер его отец. Вскоре после этого его стали учить грамоте. Отданный матерью в школу, по всей вероятности церковную при соборе, Петр в продолжении двух лет изучал букварь, часослов и псалтирь, а письмо учился у своего старшего брата, священника. Как только мальчик научился читать, чтение сделалось его любимым занятием. Он перечитал все духовные книги, которые только находил в своем доме и в соборной библиотеке. Все священное писание Ветхого и Нового Завета, Жития святых, поучения святого Иоанна Златоустого и святого Ефрема Сирина, многие другие книги. Как отмечает жизнеописатель преподобного, Петр был очень тихим, кротким, серьезным, молчаливым и глубоко религиозным мальчиком. Под влиянием же постоянного духовного чтения и, в частности, Житий святых, подвижников, он проникся особенно любовью к жизни монашеской. Благочестивый пример родной семьи, рассказы странников о святых местах, церковные службы поддерживали и усиливали это настроение. Он стал уединяться в своей комнате, отдаваясь, по его собственному выражению, ненасытному чтению книг и молитве. Его молчаливость была поразительна. Родные по целым дням не слышали от него ни одного слова. Он не был ни угрюм, ни уныл. Напротив, радость и приветливость светились в лице его, но он был всецело погружен в свою внутреннюю жизнь, в свое сокровенное молитвенное пребывание с Богом. С 12 до 17 лет Петр учился в Киевской академии, после чего странствовал по украинским монастырям в бесплодных поисках духовного руководства. В 24 года ушел на Афон, где принял иноческий постриг. Вскоре вокруг него стало образовываться братство, которое постоянно возрастало. Когда численность его достигла 50 человек, возникли определенные трудности. В результате старец со своими учениками поселился сначала в Драгомирнском, а затем в Нямецком монастыре в Молдавии. Преподобный Паисий имел особый дар духовного окормления. Вокруг себя он собрал множество учеников, создав не только школу умного делания, но и восстановив механизм передачи духовного опыта от учителя к ученику – старческое окормление. Поэтому русское старчество навсегда связано с именем преподобного. Если говорить о возрождении умного делания, то стоит отметить, что, научившись Иисусовой молитве у молдавских старцев и приобретя навык умной сердечной молитвы на Афоне, он учил творить ее и своих учеников. Публикуемый в этой книге свиток об умной молитве написан преподобным в Драгомирнском монастыре вскоре после переселения преподобного со Святой горы приблизительно в 1770 году. Поводом для написания этого апологетического послания трактата стала хула некоего неизвестного монаха, которого сам старец называет «суетным умом-философом». В предисловии своего труда старец пишет. «Дошел слух до меня последнего, что некоторые из монашеского звания дерзают хулить божественную, преснопамятную и боготворную Иисусову умом в сердце священнодействуемую молитву, созидая таковое свое языкоболие, напесцы суи мудрия без всякого свидетельства. Вооружает их, дерзаю сказать, на это враг, чтобы их языками, как своим орудием, опорочить это пренепорочное и божественное дело, и слепотой их разума помрачить это мысленное солнце. Поэтому, оплакав такое зломудрие этих заблуждающих от чрева и глаголующих лужу, и опасаясь, чтобы кто-нибудь из неутвержденных в разуме, слыша такие их баснословия, не впал в подобный им ров злохуленье, решился я написать о божественной умной молитве выписками изучения святых отцов для твердого, непоколебимого и несомненного о ней удостоверения. Святой старец написал этот трактат, как он сам отмечает, призвав на помощь сладчайшего Иисуса, без которого никто не может что-нибудь делать, в опровержении лжеименного разума, пустоумных, на утверждение богоизбранного стада о имени Христовом, собравшихся в обители братьев. Преподобный Паисий надеялся, что этот труд послужит славе пресвятого имени Христова и в пользу тем, кои хотят через умное и священное делание молитвы умно прилепляться Богу нашему. И имя Спасителя, бесценного бисера, непрестанно носить в душе своей, в сердце и на исправление тех, которые, по крайнему своему неведению, «Дерзно ли похулить – это божественное делание». Это самое важное и объемное произведение старца, посвященное умной молитве. Оно изобилует святоотеческими цитатами, но ценно и рассуждениями самого преподобного отца. Трактат Паисия разделен на шесть глав и представляет собой подлинную апологию молитвы Иисусовой, совершаемой умом и сердцем. Помимо выдержек и створений святых отцов об Иисусовой молитве, в нем рассказывается о том, как ее творить и каковы плоды этого таинственного и светоносного делания. Для удобства читателя текст дается на славянском языке с параллельным русским переводом. По словам Игнатия Брянчанинова, учение, так необходимое в наше время о молитве Иисусовой, о коей ныне составляются представления весьма смутные и искаженные, изложено здесь преподобным Паисием с образцовой ясностью. Это произведение не потеряет своей актуальности, сколько бы лет ни прошло, и сегодня доступно современному читателю благодаря данной книге. Имя преподобного Паисия Величковского золотыми буквами вписано в историю Русской Церкви. Нельзя правильно представить себе духовное состояние русского монашества и русского народа в XVIII и XIX веках, не учитывая духовного влияния старца Паисия и его учеников. Это влияние распространилось более чем в 100 обителях 35 епархий Русской Церкви, припосредствии более 200 учеников старца и их преемников. Под его влиянием изменился облик русского монашества. Возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе. Архимандрит Паисий Величковский был прославлен в Велике Святых как преподобный на Поместном Соборе Русской Церкви 1988 года. А день его памяти, 28 ноября, совпадает с началом Рождественского поста, который мы встретили сегодня, с чем вас и поздравляем. Дорогие друзья, на это время нашей программы подошло к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. С вами я на этом прощаюсь и желаю, как всегда, интересного и полезного для души чтения. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok